Второй этап состязаний развернулся на небольшом водоеме. Каждый из юных спортсменов старался за наименьшее время преодолеть дистанцию. А это ни много ни мало – 150 метров с поворотом вокруг буев. На скорость. Присмотрелись, сделали пробный заплыв и на старт. Два заплыва. Шесть участников из каждой команды соревнуются в командном и личном зачетах. Время суммируется. Юные спасатели проверяют свои силы и уровень подготовки. Кирилл Нацевичус приехал со своей командой из Москвы. Молодой человек участвует уже второй год подряд и признается, что важна не только физическая подготовка и взаимопонимание в команде, но и стрессоустойчивость. Потому что тут бывает мандраж, еще чего-нибудь, слетит чего-нибудь и все, и поехало. Можно так проиграть. Наставление тренера. Вот что самое важное перед выходом на старт. У каждого наставника своя тактика достижения победы и свои слова поддержки для своей команды. Гости из Тюмени сделали неплохой рывок в первый день соревнований. Небольшим секретом они с нами поделились. У нас тактика такая, мы как бы тихо идем вперед, смотрим, обмениваемся опытами, контролируем ситуацию. Сегодня только прошел первый день, впереди еще три дня. Поэтому мы будем стараться изо всех сил показать свои хорошие результаты. Каждая из команд выступила достойно. В этом соревновательном этапе победа досталась участникам из Мордовии. Но главное то, что навыки, полученные при подготовке и на турнире, позволят ребятам грамотно вести себя в по-настоящему экстремальной ситуации. Валерия Никитина, Сергей Соколов. Народные новости.